Мы никогда не думаем о людях, которых нельзя увидеть на улицах города. Мы часто забываем о том, что кто-то из-за совершенных ошибок живет совершенно в другом замкнутом пространстве. Но при этом с нами. Сегодня мы вас познакомим с женщиной, которая из-за своих проступков потеряла то, к чему мы так привыкли, и то, что иногда не ценим. До тюрьмы, как бы, сначала я жила дома в своей семье, нормально, да. Да. Пришел момент, когда я ушла из дома, потому что я конфликтовала с родителями, и не хотела какой-то своей свободы. А когда конфликт с родителями, вам сколько лет было? Было 16-17 лет, да. И я уходила из дома. Начала где воровать, где вести не очень хороший образ жизни. Начала пить. Блин, не один привод был. Получается, подростком вы еще? Да, да. Был не один привод, который в полицейский участке, откуда приходил, забирал мне мой отец. Я начала торговать наркотики. В Молдове? В Молдове, да. Торговала наркотиками, сама начала употреблять. Пришло время, когда я сама начала употреблять их. Тоже неоднократно была судима по наркотикам. Были условные срока. Потом было преступление чуть посерьезнее. Что за, можете рассказать? Было убийство. За убийство вы сколько получили? Ну, получила 18 лет и 3 месяца. Сколько вы сидите? Отсидели, точнее. Отсидела уже 15 с половиной. Вы об этом сейчас легко говорите. Когда пришло понимание того, что я могу об этом спокойно рассказать, говорить? Наверное, для кого-нибудь секрет, что есть кто-то, кто создал это все, чем мы дышим и чем мы живем. И у меня даже в зоне был момент, когда я не хотела жить. Я не хотела жить, потому что я понимала, что мой образ жизни в зоне, который был еще до зоны. То есть нормальному человеку, если бы я хотела создать новую семью, я бы не смогла с таким прошлым и с такой жизнью. И имела очень часто, думала, чтобы покончить за самоубийством, либо сделать какое-то преступление там же в зоне, чтобы добавила сроку. И как раз за это время там и умру. А что остановило вас? Остановила я. Приходила на группу, употребляла метадон в зоне. Употребляла метадон. И как бы было принуждено, нужно было приходить на эти группы, где мы собирались все вместе, размышляли и над болезнями, и над тем, откуда все берется. И там между этими темами была и тема духов. Как бы 12-шаговая программа, которая помогает осознать, что я в проблеме. И приходили разные ребята, сейчас я понимаю, что они отсюда приходили, которые проходили реабилитацию. Они говорили о себе, какие они были, и я уже видела, какие они есть. Я просто пожелала своим сердцем, что я хочу быть такой же, значит, я имею шанс быть другим человеком. Вам сейчас сколько лет? Сейчас у меня уже 37. 37. А сколько лет вы попали? 21. 21. Как ваши родные и близкие отреагировали отношения к тому, где вы сейчас находитесь? Как? У меня как бы отец очень болезненно принял, хотя я ему делала проблемы, можно сказать, и на воле, да? Но он очень болезненно принял, когда мне закрыли, дали такой большой срок. Он, конечно, позже умер, в летом году он умер, а матери своей ничего не знаю. Вот срок и ваше пребывание в тюрьме чему-то учат? Вот вы выйдете через несколько лет. Какая жизнь будет? Понятно, вы много лет провели там, вы многое потеряли, многое не знаете. Да, да. Но я уверена, имею убеждение, что будет совсем иная жизнь, чем та, которая жила до тюрьмы. И сейчас уже в тюрьме живут другую жизнь. Бывают такие факты, когда человек, который попал раз в тюрьму, выходит и все равно попадает второй раз. Вот как у вас эти? Вы это знаете? Наверное, если не измененное мышление. То есть, если не изменилось ничего на уровне мышления, и уже практиковать это там, где ты находишься, независимо, это зона или не зона. Можно быть человеком и начать другую жизнь в любом месте, где бы ты ни находился. И это я поняла, я это уже практикую в своей жизни. Для меня это не кто-то рассказывает, для меня это сама живу. Поэтому я удивлена тому, как моя жизнь меняется, как меняются мои цели, мои отношения к людям. Потому что для меня весь мир был немил. То есть, всем не должны и всем не обязаны. То есть, да. Начиная от правительства и так далее. Хочется вернуться в прошлое. Вот как девушке молодой удалось продавать наркотики? В Молдове. Знакомство, да, которым иногда вот... С людьми, которые этим занимаются, и потом вас втягивают. Да, 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 да. То есть, говорят, как бы... А как проходил момент продажи? Вот вы имеете наркотики, вы как? Продаете тем же людям, которые знают? Или просто это специальные улицы, места? Не нужно говорить точки. Просто как это происходит? Практически для этого много ума и не нужно. Есть люди, которые там, где, как говорится, если хочешь делать зло, но это много ума не нужно. Это находится очень быстро, как делать. А вы осознали ошибку? И когда пришло понимание? Вы уже сидите 15 лет. И в какой год пришло, что вот я сделал ошибку, вот я, извините за слово, дура... 12. 12 лет. Да. До этого вы не понимали, за что я сижу, как сижу, я буду... Я понимала, что я наказана, что... То есть, мы участие в том едином преступлении, оно есть. Но именно конкретно, чтобы еще и остановиться, не выходить и заниматься тем же, именно вот в 12-м году, когда решила остановиться от всего этого. Жизнь в тюрьме, жизнь девушки, женщины проходят дни. В зависимости, кто, чем желает заняться. Есть, например, девушки, которые, новые прибывшие, да, сразу устраиваются на работу. Хотят работать, хотят помогать семьям. Хотят, там, потому что, когда работаешь, есть, значит, снимаются дни, льготы, да, снимаются дни. Они раньше уходят на условно-доставочное освобождение. Да. Есть контингент другой, который я был. Я связалась с компанией, которые, то есть, не всегда работать, там, где-то в чем-то не быть довольны, идти против администрации, идти против нормальных устоев. Есть много мифов, что в тюрьме обижают девушек, мужчин, охранники, которые следят, также обижают. Внутри коллектива. Даже вот на воле иногда бывают конфликты, не говоря уже там. Да, конфликты есть, и конфликты есть чаще всего по бытовухе, вот, как бы, да, не там поставил, не так сказал, не так посмотрел, бери оттуда, поставь сюда. Там где-то кто-то с кем-то сдружился поближе, да, там, одно время, там, кушает вместе или еще. И, если получается, вот, между ними конфликт, кто-то что-то сказал, там. А так, то есть, таких драк, как было раньше, например, там, можно сказать, разборки эти, да, сейчас этого нету. Сейчас больше... Вы сказали, что не только продавали наркотики, но и употребляли. Вот как от этого отошли, когда уже отошло желание принимать дальше? Это тоже... Это же ломка, это... Да. Когда закрыли, конечно же, сознание того, что все, нету, то есть, претерпеваешь эту ломку, и все, приходишь в чувство, да, после этого. Там никто тебя не лечит, никто тебя в КПЗ не ставит капельницей, никто тебя не обхаживает. Как придешь в чувство, так и придешь. То, получается, нужно, скрипя зубами, себя царапая, приводить чувство. То есть, как бы, как говорится, уже кто понимает эту наживую, то есть, без того, чтобы кто-то тебе помог. Вот вы сейчас вышли, можно сказать, в люди. Да, да, да. Сейчас другой контингент, другая атмосфера. Вот как оно, быть 15 лет в одной комнате, на одной территории, и выйти в люди, когда другие люди, другие лица? Да, хочу вам сказать, что даже будучи еще в зоне, еще без выезда, я поняла, что есть не сильный, но маленький страх. Хотя у меня и там другое общение. И общаюсь практически каждый день с людьми, которые приезжают с воли. Но одно, когда они приезжают туда общаться, и когда выходишь сама на эту сторону, и разница большая для меня. И был такой страх, но я сказала, что мне по-любому придется выйти из тюрьмы. И я благодарю Бога и всех людей, которые предприняли вот эту программу, чтобы выезд от этой зоны, чтобы быть среди людей, которые как бы чуть-чуть отличаются от нас. Вот вы общаетесь с людьми, которые сидят, все ли понимают свои ошибки, все ли осознают то, что они сделали? Если с каждым говорить отдельно, то да, а когда масла нет. Вот для зрителей, чтобы они знали еще за кулисе тюремной жизни, чем вы питаетесь? Утром, обед и вечером. Ну, утром как бы по уставу нашим идет каша, каша, чай, маргарин, хлебушек, ложечка сахара. В обед? Обед, когда бочек, когда супы с мясом. Неплохо кормят. Я сказала, что плохо, потому что было хуже. В смысле было? Вот, кстати, вы сидите уже 15 лет, а есть ли разница? Большая разница даже в том, что наши условия, когда делали ремонт, сейчас другие условия, и вот это же баня, эти же спальные места, это же отопление. Совсем по-другому, потому что раньше было не так. Зимой холодно? Были бараки, и топилось только с 5 вечера, с 5 вечера до отбоя, и тушили огонь. А чем вы мечтаете? Чем мечтаю? У меня есть желание, я как бы начинаю это и оттуда, не только с воли, да? Хочу практиковать, и там, где я нахожусь. Хочу помогать тем людям, которые не видят смысла жизни, которые не видят, что они могут быть другими людьми, помочь им через меня, чтобы они поняли, по моему примеру, что возможно изменить. Осужденные всегда вызывали и вызывают негативную реакцию. Но не стоит забывать, что мы не вправе судить и делать выводы о чужих судьбах. Нужно уметь принимать людей такими, какие они есть. Особенно, если эти люди осознали свои ошибки и стали жить по-другому.